Всем здравия Николай Александрович, Влад Ниженогов. Доводилось ли вам или коллегам работать с грушей конференции? Интересный вопрос. То есть, в магазинах лежит Южный Валент. Как она себя ведет? Ну, смотрите, надо ли наслоение делать? Или кто-то уже адаптировал. Значит, один раз я так раскатал губу. Со мной взял и подружился из Смоленского человека, который по миле Помна, говорить не буду. Вот оказался халтурщик невероятный. Жаль, что он меня не слышит. Он мне такого дерьма присылал. Вы знаете, кончики веток вот такие. Вы посмотрели, видели, когда мои черенки? Метр отрезаю, нижние полметра ваши. А здесь кончики веток вот такие. Прямо как нарушу, как на смешку. И однажды присылал более-менее приличный черенок. Называется Северная конференция. И я вырастил ее. Я несколько лет за урожаем. Вот она. А она красная. Очень похожа на нарядную фигуру. По цвету. Красная. А есть невозможная. А почему она называется Северная конференция? А черт ее знает. Вот. А к той конференции, я потом прихожу в магазин, вижу, она зеленая. Ну, конференция Южный Плод, там с Южных Садов. Может, Голландия, может, еще откуда-то. Очень вкусная. Ну, невероятно. Ну, как нам, где нам взять черенок? Да нигде. Это значит, надо брать все это Южные семечки. Надо вырастить. Надо, это самое, эти семечки довести до плодоношения. Выбрать более-менее приличную. Где плоды крупнее, послаще. Кто готов 10-20 лет потратить. Я нет. Так что, вопрос, ответ отрицательный, Влад. Так, Гречихина и Лена. Я тут спасибо за добрые слова. Да вы вообще молодец, Елена. Единственное, неравнодушный человек. Я сколько призываю. Ну, вот он, телефон. Вам 10 минут. И тут же включить запись. Вы видели, что я полсоти дерьмостов провел. Вот тут же беру все громкая связь. Вот тут же нажимаю. Вот так вот. На этот самый. Тут же рядом кладу телефон с громкой связью. И мы разговариваем. Потом называется телемост. Я уже со всей планетой переговорил. Вспомните. Это здорово. Ну, так трудно. Вот набрал. Вы пока одна такая. По крайней мере, я знаю, что вы одна. Где-то может еще кто-то. Чтобы вот так вот их разоблачать надо. Ведь они же грабят нас буквально. Правительству не надо, что его питомники загибаются. Его институты, университеты, академии загибаются. Они все начали выращивать саженцы не потому, чтобы вырастить в следующем поколении более адаптированных, более зимостойких, с большим этим самым иммунитетом. Нет, купить, продать. А потом еще и похоже, если вы знаете, что в этом научном утверждении нет ни одного черешни, нет ни одного персика. А саженцы продают, да? Нет колоновиток, нет природы вообще. Природы их нет. Не существует ни одно дерево. А они продают колоновитки. Это значит, что они деградировали. А кто виноват? Тот, кто вот эти не мошенники. Вы представляете, завтра опустили вот эти самые. Доль дорог нет этих миллионов саженцев, которые все погибнут до единого. У людей обострение весеннее. Мы все такие. Как бы у Сергея взять, он знает все и вся. Уже один из самых грамотных садоводов в России. И сжаль, что пришлось вначале идти к продавцам, а потом еще и, знаете, так сложилось. Россия такая наша. Что не востребовала, значит, получилось, что продавцам пошел работать. А почему? А мне же еще и мордой тыкали, вспоминайте. А вот у вас это самое, больше тысячи. А вот, пожалуйста, то же самое, называя те же самые сорта, 300 рублей стоят. Ну и что? Что он мне доказал? Правительства не надо. Все они это. Мало того, если они даже выращивают саженцы, как Тимирязевка выращивает саженцы, это то, что мне присылали в фотографии, это такое дерьмо. Я уже открытым текстом говорю. Это такое дерьмо. А может быть, они только ссылаются в Тимирязевске. А на самом деле Тимирязевске ни при чем. Она не отвечает за эти питомники, которые логотипы вешают. Может, она и ни при чем. Но люди-то верят. А у тебя Тимирязевске сажутся, а? Доверчивость наша черта. Что там дальше мы читали? Тимирязевске саженцы. Карелин про грушу, конференцию, Латинков. А вот этого я не знал. Вот. Он мне присылал 10-20 сортов груш. Я тогда совершил ошибку. У моей такой хорошей знакомой, фактической родственнице, там эта самая, в даче Массиве была груша, старая-старая. Там было столько веток. Я туда на перевал, она потом взяла и продала. Все. И оказалось, что почти все черенки от Латинкова у меня с концом. Теперь получается, что если что, значит, слава Богу, хотя если в последнем месте ничего не случилось, то его жена Галя продолжает это дело, поэтому задайте ей, пожалуйста, вопрос, кто интересовался грушей конференции. Может, она вас выручит. Черенков, Саженцев. Это уже к ней. Спасибо Карелину за подсказку. Так. Белорусы. Привет, Олег. Были ли примеры помещения Костяка Росфор Перекиселадораза перед Босадкой? У меня нет. Вот. Просто не приходило в голову. Вы знаете, почему никогда голова не болела? У меня всегда избыток. Елена. Елена. Елена, кто вы, Елена? И может быть, Елена Савельевич, а мы просто Елена. Вот. Другая Елена. Вы как-то бы ответили мне этот вопрос. Так, осталось предупреждающий отзыв на сайте весна-осень, что здесь обман удалили воздух. Естественно, правильный друг, а чего вы хотите? Вот. Мы, наверное, капельный мой фильм посмотрели. Дмитрий Алисов. Здравствуйте, Олег Константинович. Черки абрикосов, пришедших от вас из пяти сортов крупноплодных. Чернок Академика, проснулся прямо в посыл. Ничего себе! И двое-то открылись цветочные почки. Какова теперь пригодность? Сейчас скажу. Еще вопрос. Чернок Академика почему-то похож на абрикон больше, чем на яблоне. Так. Академика. Академика. Похож. Там приходит больше, чем на яблоне. Академика отличается. До сих пор у меня отличается только тем, что очень поздно просыпается. Я несколько раз думал, что я их потерял. Напрямо или просто жду. Господи, жду, 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 спит, 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 спит. Ну, все мертвое, а потом раз просыпается. А так, ну, у меня помощница сейчас занимается. Теоретически она могла ошибиться. Ну, может пришли эти фотографии, тогда смотрите. Если это кажется абрикосным, я скажу. Привейте на абрикосы, слева, на вишню. Если нет, по двору подходясь. Вот. Давайте с фотографией. И разберемся до конца. Я в таких случаях говорю, да ради бога, извиняюсь, пришлю другой черенок. Или просто деньги верну. Проблем со мной не будет. А интересно, а вдруг все-таки априкос. Так. Можно узнать, если это Леонид. Если, по сути, семечки взятые от сортовых груш. Выросли такой же сорт или дичка. И какие сроки сарикансии груш. Смотрите. Есть два противоположных мнения. Мнение. Еще и насомлено на том, что если под двоем была дикаль. То приводит дикаль в портит так, что ждать от него уже сортовый качество. Но он имел в виду яблоны. Не приходится. Есть мнение и есть практика нашего друга, Царства Ему Небесное, Боднара Бориса Иосифовича. Он все груши вырастил. Семечек, абрикосы, черешни из плодов. И даже груши у него были крупные и сладкие. Ну, сами понимаете. Какая может быть истина? Диан брал крупные, Диан брал вкусные груши. Это были поставки с юга. Поставки с юга означают, что если даже они были привиты. Ясно, что торговля поставляла строителям ГЭС прекрасные плоды. Даже если они были привиты, то привиты были далеко не культурный подвой. А значит, у него и получались. Долго ждал, 10-15 лет ждал, но груши получались сладкие. Вот две крайности. То есть, зависит от подвоя верить Мичурину. Может быть, правда. А вообще, если вы душевцы, если вы это расскажете, все вы кончили, да, люди? Больше вам никто правды не скажет. Спасибо, очень познавательно для новичка. А, вы новичок? Ну, вот только ради вас я и все еще это. И это повторяюсь. Тимур. Опять Карелия. Добрый вечер. Не было желания запустить рекламу вебинаров тематических... А как-то. Это, конечно, не бесплатно, может скинуться. Попробовать начать с малого бюджета. Посмотреть, наверное, готов помочь. Отобрать сообщество, договориться с инвестором. Давайте. У меня, правда, сейчас проблема-то такая, что... У меня уже не так много черенки дальше продавать, значит, дерево дальше калечить. Культурные косточки, абрикосы окончились. Ну, попробовать можно. Как вы пишете, попробовать с малого бюджета. Если готовы помочь, давайте помогать. И потом у меня всегда это... Я всегда делаю так, чтобы человек, который мне помогает, что-то с этого имел. Вот, например, у меня все знают, что, значит, кто последний помощник. Я всегда... Когда человек получил заказ, допустим, на 2000, 20% это с 400, они мои. Вот, в общем, в таком плане. Вот, на таких условиях я готов с вами работать и благодарить вас. Кузнецов, Тимур, делайте репост в этих сообществах ВКонтакте. Есть сервисы, доводство Железово. Так, Надежда Мореева. Всем добрый вечер. Ролик, если не скажите, пожалуйста, выбрала место на Усерске у леса Березово. Солнечное место. Усерск отсыпан полтора метра песка. Что, искусственно отсыпан? Хочу посадить ваши абрикосы, сливы. Вот, думаю, неплохо им будет, если можешь сейчас с песками. Ну, я не понял. Если это естественный песок, он не такой уж и песок. Там органики достаточно, хотя он, как бы, так вот возьмете, и вот он сыпется в песок между пальцами. Второго органика там есть. А если искусственный песок, тогда я не знаю, откуда. Вы же пишите, отсыпан. Отсыпан природой или человеком? Теперь так. Смотрите. Что из этого исходит? Значит, в любом случае, если уже место не замерить, место, кстати, боззи-березоли, все хорошо растет, спорудет. Вот, вы берете, заказываете, если там действительно песок или супесь такая уже совсем жидкая, вы заказываете самосвал, землю покупаете в другом месте, или вдруг у вас совсем там в 100 метрах настоящая земля, чуть ли не чернозем, перевозите в виде, как сами там купив, делаете большие-большие холны поверх песка, песок не трогаете, ям не делаете поверх песка, и когда дерево там приживется, вот в этом вот холме, первые годы, потом он освоит песок, и вы увидите, что песок, у меня были такие вебинары, сейчас я уже не могу все, по-новому все показать, песок превращается уже в супесь, он становится таким гранулировым, так что ли, можно сказать. Вот и все, так что ничего смертельного не вижу. Субтитры создавал DimaTorzok